Приветствую вас, друзья! Это будет очень жесткая битва! Давайте, братья, ГАЗ! Это наша игра! Приветствую вас, друзья! Добрый вечер, ВТБ-арена! Приветствую всех здесь! С вами президент Лиги Алан Магомадов! И Альфред Семенов! Мы снова в здании! Приветствую, Алан! Как же я рад снова оказаться здесь, на ВТБ-арене и ощутить такие незабываемые эмоции! Фред, как тебе это сегодняшнее обещание? А как же я рад быть сегодня со ведущим на такой, на главной стадионе страны, на ВТБ-арене! Друзья, приветствуем всех еще раз! Давайте поаплодируем друг другу! Всем привет, друзья! Спасибо каждому, кто пришел сегодня на этот ивент! Спасибо всем! Я уверяю вас, что сегодня вы получите незабываемые эмоции! И придя домой, вы еще долго не сможете уснуть! Это я вам гарантирую! А также от ярких эмоций вы точно не уснете, если зарегистрируетесь в Алимбет! Букмекерская компания Алимбет – генеральный партнер турнира по Рейсболу! Широкая линия, удобные приложения, мгновенные выплаты и уникальная программа лояльности! Получите максимум эмоций от Рейсбола вместе с Алимбет! В прошлом году именно здесь зародился Рейсбол с поединком с Колотова против ЮРФ! Что только тогда не происходило! И подтасовки, и куча незабываемых бросков мощных! Эмоции зашкаливали, и сегодня будет то же самое! Я думаю, что игры зрелищнее в мире просто нет! Сегодня халата будет все еще больше! Посмотрим, наберем огромную кучу и делаем сегодняшний вечер! Повторим, да! Повторим это грандиозное событие! Итак, друзья! А первыми у нас сегодня будут противостоять такие команды, как Эволв против Вариварс! Их противостояние пройдет в рамках лиги Кубка квалификаций с призовым фондом 2 миллиона рублей! Один из лучших клубов Единобосс, в котором тренируются бойцы и чемпионы самых топовых лиг мира! Встречайте! Эволв в Рейсбол! Эволв! Давайте пошумим, друзья! Дайте поддержку команде Эволв! Эволв Рейсбол здесь! Вот они! Бэнг-бэнг-бэнг! И у нас в составе Гусейн Саидов! Саид Саидов! Сулейман Умаров! Тамерлан Иджидов! Максим Докучаев! Игорь Литошик! Байсангур Вахитов! Руслан Муратов! Расул Гасанханов! Адам Сарматов! Станислав Киценко! Антон Гусев! И их противниками! Команда, которая состоит исключительно из вольных борцов! Они с самого детства играли в Рейсбол у себя в залах! И сегодня они готовы показать дух настоящих дагестанских воинов! Встречайте! Команда Вариорс в Рейсбол! Пошли мне, друзья! Это будет очень жесткая битва! Я вам гарантирую, вы не забудете эту игру никогда в жизни! Команда Вариорс! Малик Чичаев! Арсен Габараев! Джамбулат Кизинов! Магомед Ариф! Рапигулиев! Маджид Абдиев! Магомед Наниев! Мухаммед Бештоев! Никита Дозорцев! Давид Токулов! Аслан Каласов! Руслан Маргиев! Эльбрус Валиев! Тамерлан Джикаев! Батырбек Савребов! Абдулмалик Героев! Джабаров Джоннибек! И тренеры и представители! Арсен Габараев! Руслан Гасанян! Ильяс Якубов! И Владимир Алая! Давайте сделаем стейрдаун перед игрой! И начнем эту движуху! Парни, пройдите! Ну что, посмотрим друг другу в глаза! В инстаграме было очень много жарких эмоций в вашем противостоянии! Ну теперь посмотрим! Давай! Двоем, двоем, брат! У меня два глаза! Поддержите эти команды, друзья! Кто за кого, Борей? Кто за Эволв? Кто за Вариорс? Товарищ, побольше будет! Ну что, друзья, всех приветствую! С вами комментатор Алексей Сафонов! И это Рестбол! И ожидаем очень многими матч-противостояние между Эволв и Уорриорс! Один из лучших спортивных клубов Москвы, связанный с единоборствами против команды, которая целиком и полностью состоит из представителей вольной борьбы! Ну и прямо сейчас мы видим традиционный уже дуэль взглядов и после этого перейдем непосредственно и к правилам и к началу этой встречи! Потому что я уверен, там будет на что посмотреть! Собственно, перед первым периодом, а всего их будет 3 по 5 минут, чуть позже объясню почему, происходит схватка! Вот 14 номер против 74-го! Кто побеждает в этой схватке, тот приносит своей команде право владения мячом! Очень напряженное противостояние в любом случае нас ожидает и сразу же эта команда и доказывает на борцовском ковре! 74 номер у Эволв это Тамерлан Меджидов и 14 номер у Уорриорс, который сейчас и пытается провести бросок это Мухаммед Биштоев! И очень техничный и яркий прием он в итоге проводит и Уорриорс забирают себе снарядик на право владения мячом в самом начале поединка! Смотрим еще раз за повтором! Ну и сейчас, наверное, самое время уже приступить к рассказу о том, что же такое Рэсбол в рамках конкретно этого матча! Ну, во-первых, это поединок квалификационного кубка и Рэсбол в целом проводится в формате трех отдельных лиг, ну или кто-то как хочет называть, кубков! Медиалига, в ней играют только непрофессиональные игроки, известные люди из разных сфер и 3 миллиона рублей там призовой фонд! Вот, например, матч Хай против Рух, представители Попа Мэй Промоушенов проводили матч как раз таки в формате этой лиги! Если еще не видели поединок, то обязательно посмотрите по ссылочке в описании! Основная лига Рэсбола, тут уже сражаются профессиональные игроки, которые знают все правила и имеют опыт! Правил на самом деле много и настоятельно рекомендую внимательно относиться к тому, что же происходит на площадке, потому что не всегда даже сами игроки могут понять, что объясняют рефери, потому что вид спорта по-настоящему молодой и еще предстоит во многом разобраться! Так вот, основная лига Рэсбола, там призовой фонд 10 миллионов рублей и матч ЮРФ против Сумо, такая нашумевшая встреча была именно в формате этого кубка! Ну и, конечно, третий – это квалификационный кубок! В этом турнире профессиональные команды борются за возможность попасть в основную лигу! Это как вторая лига в любом футбольном чемпионате и призовой фонд в этом турнире – 2 миллиона рублей! И вот как раз таки и Волф и Уориорс бьются именно в квалификационном кубке! Это что касается формата встречи! Ну и теперь быстренько о правилах! Есть возможность набрать от 1 до 3 баллов у каждой команды! Зависит это от дальности броска! И, как вы видите, площадка расчерчена именно в соответствии с этими зонами! Вот сейчас, например, игрок был в одноочковой зоне, Дальше есть 2 очка и, конечно, как и в баскетболе, 3-очковая дуга тоже существует! За нее, соответственно, максимальное количество баллов – 3 очка! Нарушения правил фиксируются при помехах в броске И также нельзя контактировать с игроком, не владеющим мячом! Ну и главная, наверное, прелесть рестбола – это функция рестлера! Один раз за период может в себя сорвать футболка один из игроков, находящихся на площадке, И произвести бросок на соперники! В таком случае его команда получает также 2 очка! И довольно часто, кстати, именно благодаря этому какие-то команды набирают очки, Потому что с точностью, если беда, то всегда могут на помощь прийти борцовские приемы! Ну и также мы видели, что за право владения мячом борцовская схватка в центре площадки Перед началом матча, перед первым периодом, а перед вторым и третьим также будут борцовские схватки, Но победители получают не снаряд в свое владение, а уже баллы на табло! Так, ну что ж! Мы тем временем уже потихонечку вроде разобрались с тем, что происходит вокруг рестбола, И включаемся напрямую на площадку! А здесь, кстати, если вы еще не обратите внимание, не существует пробежек, как это бывает в баскетболе! Но сейчас неплохой был бросок от представителя команды Evolve! Вообще уже почти 2 минуты прошло в первом периоде, а пока что никто еще счет так и не открыл! Ну вот, пытаются прорваться... Ух ты! Какой хороший блок-шот повесил 24-й номер у Evolve! Это Максим Докучаев! Вообще так прям мощненько прервал атаку соперника! Но по-прежнему с мячом Warriors комбинируют, ищут возможности! Вообще, конечно, по уже опыту просмотра матчей Рестбола складывается такое впечатление, что главный успех будет на стороне той команды, которая хорошо умеет комбинировать и вовремя убегать в контратаки! Потому что эти дыры между зонами появляются, и те, которые форсируют события, пытаются вот как можно скорее бросить, еще что-то сделать, скажем, сумбурно, они, как правило, проигрывают, а вот те, кто работают более осмысленно, те, кто работают комбинационно, пытаются разорвать фланги или еще что-то, вот они как раз-таки и чаще и мощнее добиваются результата! Ну что ж, пока счет 0-0, Warriors и Wolf, квалификационный кубок! Вот неплохой был сейчас бросок! Честно говоря, не очень хорошо видны номера у команды Warriors, так, по цветовой гамме они немножечко сливаются с формы, и не всегда можно увидеть, кто же выполнил бросок! Так, вот сейчас хороший был подбор за и Волвом под кольцом, но... И вот контратака от Warriors, но нет, затянули немножечко ребята с пасом, и после этого их атака так подзахлебнулась. Довольно много бросков, и все они почти доходят до щита, но вот в колечко после этого не попадают. Так, немножечко нужно успокоиться командам в плане темпа, потому что довольно много сумбура уже появилось. Первый период у нас не так далек от финиша, полторы минутки осталось, а счет все еще 0-0. А вот седьмой номер прорывался у Warriors, но его атаку по флангу прервали. А вот, кстати, мы видели, что был бросок от Warriors, но это не будет засчитано, потому что не сбросил с себя в футболку 88 номер команды Warriors, и, соответственно, такое не будет идти в актив команды, потому что все-таки правило есть правило, и здесь никаких очков команде он своей не принес. Но вот мы видели тоже атаку от Evolve, в целом была неплохая, но мячик там прервали в полете прямо. Чуть больше минуты до конца первого периода, вновь Докучаев как просто бетонная стена стоит в защите Evolve, и теперь уже будет атака представителей этой команды. Так, выводят на бросок, хорошо, мяч пошел и залетает за минутку до конца. 99 номер оформляет этот просто безумнейший бросок. Честно говоря, не видел я, заступил он за линию или не заступил. Три очка принесет его команде или два. Но, кажется, судья там поднял, что это трехочковое попадание. Такой вроде как был жест в его исполнении. И, соответственно, Evolve вырывается вперед в конце первого периода, за минуту до конца. И сейчас посмотрим, получится ли что-то придумать у Warriors, чтобы исправить эту ситуацию. Еще один дальний бросок, мяч попадает в щит, но не отлетает после этого в кольцо. И атака от Warriors. И мяч выходит за пределы площадки за 28 секунд до конца. Warriors теряют снаряд. Видим мы, Руслан как раз таки руководит действиями коллектива. Итак, у нас тайм-аут. 95-й номер. Ильяс Якубов, известный боец Pop MMA в составе Warriors. И сейчас тайм-аут у нас, конечно, нужно, особенно Warriors, какие-то коррективы внести в происходящее на площадке. Потому что совсем у них не клеится ни комбинационная игра, ни точные попадания. Ну, а вот Evolve тоже не сказать, что особо были точны. Но вот это вот попадание, трешечка, которая так по прекраснейшей траектории залетела в кольцо, она, конечно, была по-настоящему прекрасна. Особенно учитывая, что это квалификационный кубок. Здесь команды хоть и профессиональные, но не обладают таким опытом, как это в основной лиге происходит. Поэтому увидеть такой бросок с такой амплитудой особенно ценно. Ну что ж, тайм-аут заканчивается. Забросить какие-то очки. Так, стремляются в атаку Evolve. Ух ты, какой там проход был сольный. И вон там бросок был не засчитан. Здесь вовремя скинул футболку игрок. Не вижу я сейчас, какой это был номер. Но, как мы видим на повторе, бросок у него особо не получился. Поэтому засчитано это не будет. А так это был ему тоже 99 номер, который трешечку-то и оформил. Пытался еще преимущество своей команде дать и благодаря рестлерскому броску. Поэтому счет остается прежним. Но в атаке Evolve. Бросок. Подбор за кем будет? За Warriors. Так. Вязкая борьба. Игра останавливается и мяч выбивается. И на этом фактически все. Пять секунд последних осталось. Подсказывает судя, что необходимо выйти за круг. И последняя секунда периода. И на этом завершен период. Впереди у нас Evolve. И сейчас небольшой перерыв перед тем, как будет второй период. Кстати говоря, генеральный партнер Рестбола Алимбет предлагает уникальную двойную акцию для новых клиентов. Компания возвращает до 10 тысяч рублей. А еще дарит бонус 500 рублей по промокоду Рестбол. Так что получайте максимум эмоций от Рестбола вместе с Алимбет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все готово у нас к возобновлению матча. И снова борцовская схватка. Семнадцатый номер у Войерса. Это Тамерлан Джекаев. Так, у нас схватка начинается с победительства. И здесь, соответственно, кто... Да, и 99-й номер у Волф. Здесь кто побеждает, тот, как мы уже говорили, приносит своей команде дополнительные баллы. Так... Будет ли проход и бросок? Амаров показывает, что... Что есть балл, да! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот это успешное действие от 99-го номера Амарова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот после этого будет уже начало второго периода. И рефери сейчас объясняет как раз таки тренеру команды, или капитану команды Уорриорс, что... Что, как и почему. Ну что ж, довольно по такой игре, на самом деле, довольно уже внушительное преимущество получается у Волла. Друзья, начинаем второй период! Эвол против Варьорс! Кто за Эволл, друзья? Давайте пошумим еще раз! А кто за Варьорс? Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Атака. Эволв, дальний бросок. Ну и насколько он был дальний, настолько же он был и сильным, потому что мяч даже перелетел через кольцо. А, вернее, через щит аж. И теперь будут пытаться ответить уже представители команды Уорриорс. Вот как-то потихонечку, кстати, как будто бы налаживается у них комбинационная игра. Ну, сейчас опять был дальний бросок, но, мне кажется, все-таки неподготовленные вот такие действия со стороны обеих команд. Ну, вот хорошо на двухочковый выглядел. Так, и есть бросок сейчас! Вот это должно быть чисто и в копилку. Смотрим еще раз. Просто прекраснейший тайминг. На подборе вместо мяча забрать соперника и бросить войсто. 74-й номер. Тамерлан Меджидов у Эволв. И, соответственно, счет становится еще крупнее в пользу Эволв. Два очка летят в копилку Эволв. И теперь уже вновь мы видим атаку Уорриорс, потому что им нужно что-то просто максимально экстренно придумывать. Совсем игра у них не клеится в плане набора очков. В целом-то кажется, как будто на равных команды играют, действуют, комбинируют, но финальная фаза чуть хуже у Уорриорс. Но, правда, и большинство очков также у Эволв набрали борцам. Именно не точно попадание в кольцо, а именно успешные действия своих борцов. Спорный мяч и забирают его ребята из Уорриорс. Бросок. Ух ты! Трешечка точно в цель залетает от Уорриорс. 14-й номер. Это Мухаммед Бештоев. Вот она! Прекрасненькая полетела. И первые три очка идут в копилку Уорриорс. Вау! Ну что ж, уже стоило только сказать про перестрелку, вернее про заключительную фазу атак, как тут же мы видим, что Уорриорс сравнивается по этому показателю. Уорриорс тоже оформляют трешку. Был потенциальный хороший ответ. И после подбора мы видим 22-й номер. У Эволв забирает, и это Адам Сарматов. И приносит своей команде одно очко. И Вов тоже вырывается. И Вов отвечает. И три минуты у нас до конца второго периода. Небольшая пауза. Как раз таки герой предыдущего эпизода Адам Сарматов был сейчас на ваших экранах. И хорошее открывание под кольцом. И бросок, ну и так как было нарушение правил, будет один штрафной. Соответственно, штрафные означаются в зависимости от того, на сколько баллов был этот бросок. Сейчас на один балл, соответственно, будет один штрафной. Ну и также, если бы было нарушение правил после точного попадания, то все равно бонусный один штрафной команда бы исполняла. Так, Адам Сарматов, 22-й номер. Неплохой бросок, но все-таки не точный. Атака Warriors. Комбинируют, комбинируют, ищут возможность. Я думаю, конечно, что вот эта вот трешечка, она так должна была приободрить. Ребята из Warriors. Так, 74-й номер. Ох, ну такой Данк просто обязан был быть, но, к сожалению, для всех болельщиков не произошел. Тамерлан Меджидов в случае Данка, кстати, два очка дается команде. А вот там и Рестлер. Был или не был? Нужен, да, нам повтор, действительно. Нет, по-моему, там просто был срыв атаки. А вот сейчас... Вот там у нас задний фон. И вроде как там-то как раз-таки и получилось уже использовать функцию Рестлера в команде. Да, команда Warriors все-таки оформляет бросок. Сейчас становится 9-5 уже в пользу Волф. Но потихонечку это преимущество спортивного клуба сокращается. Вольные борцы наступают немножечко на пятки уже. Уже поняли, как набирать очки. Ого, какой пас опрометчивый. Доходит он, кстати, до цели. И звучит звездок рефери. Небольшая пауза сейчас будет. Мяч из аута выводит Warriors. Бросок на три очка. И вновь точно! Вау! Давайте смотреть за повтором. Две трешечки уже оформили ребята из Warriors. Не успели заблокировать игрока. Оставили его одного. Это был 14-й номер, если я правильно видел. Да, Мухаммед Бештоев. 9-8 становится счет. Лидирует по-прежнему и Волф. Но преимущество прям минимальное. Потому что... То, какой ход набрали ребята из Warriors. Во втором периоде. Ну, прям вызывает максимальный респект. И теперь уже и Волву нужно что-то придумать. Потому что психологическое преимущество сейчас абсолютно точно на стороне. Warriors. Две трешки за период. Успешная атака Рестлера. Ох. Вот сейчас 22-й номер оказался под кольцом у Evolve. Напоминаем, что это Адам Сарматов. Но... Но его бросок был неточный. Ну и теперь тайм-аут. Небольшой. Хорошая возможность для команды немного перевести дух. Вторая минута до конца второго периода. Нет. Не было тайм-аута. Прошу прощения. Показалось то, что команды пошли уже в сторону аута. Но это не произошло. Чуть больше минуты до конца. Второго периода. После этого у нас еще будет период под номером 3. Ну и да. Если кто-то вдруг еще к этому моменту не обратил внимание, то у нас здесь чистое игровое время. Соответственно, чистые 15 минут настоящего Рестбола. В случае каких-то пауз таймер останавливается и... Ждет возобновления матча. 50 секунд до конца второго периода. Атака Warriors. Ну вот, действительно, после первого периода казалось, что матч так в целом и должен будет закончиться под диктовку Evolve, которые были чуть-чуть точнее, ну или удачнее, или успешнее. Называйте как хотите. Но сейчас... Потихонечку этот матч переворачивается. И... Вот по истечению почти уже десяти минут игрового времени можно с уверенностью сказать, что самое интересное это только впереди. Потому что в третьем периоде, я думаю, одна и другая команда максимально заведутся, чтобы все-таки добыть себе преимущество. И... В целом, мне кажется, примерно равны шансы этого обеих команд сделать. Но... Как будто бы ощущение, что Warriors как-то немножечко воодушевленнее, что ли, в последнее время играют. Вот сейчас тоже хорошая атака, но... На страже защиты. Еще одна трешка, если залетит, я вообще просто вышел бы из чата. Но... Эээ... Нет. Я, к сожалению или к счастью для вас, остаюсь с вами. Эээ... И... Последние секунды... Этого отрезка игры. Последние секунды. Все. Заканчивается этот период в атаке и уолва. Эээ... Но безрелитативный. Однако все еще... Ребята ведут со счетом 9-8. И после небольшого перерыва мы вернемся для... Третьего периода. Ну что ж, друзья. Сегодня мы собрались на ВТБ-арене, чтобы стать свидетелями очередного матча. Ну и как известно, Рестбол как вид спорта вышел из спортзала страны всего несколько месяцев назад. И на шоу-матче мы показали, что у этого спорта есть будущее и в нас поверили. Поэтому прямо сейчас под сводами ВТБ-арены мы благодарим Москомспорт за поддержку Рестбола и помощь в организации этих и будущих турниров. Ведь благодаря этой помощи мы развиваемся и популяризируем Рестбол в России. Так что Москомспорт от души. Ну и вот очередная борцовская схватка. Меджидов у Иволв против Бештоева у Уориорс. Смотрим у кого получится принести своей команде заветные очки. Сейчас острая необходимость и у одного, и у другого коллектива в наборных баллах. Так, вот хорошая атака и в одну ногу. Казалось бы, что сажает все-таки Бештоев своего оппонента. И приносит Уориорс. Очень напряженный третий период. Счетом 9-9 мы начинаем игру. Готовятся и игроки, и рефери, и безусловно зрители на ВТБ-арене. К возобновлению матча. И, собственно, это и происходит. Так, атака Уориорс. Пас слишком в никуда полетел. Да, прошу прощения. Счет, конечно же, 10-9 в пользу Уориорс. Потому что по 2 балла должны давать за победу в рестлерской схватке перед началом периода. Тоже, тоже немножечко от накала страстей начинаешь подкипать. Ну, в любом случае, очень-очень интересно, что же будет дальше. Чуть больше четырех минут до конца матча. И ощущение, что и оба коллектива могут так завестись. Именно по-спортивному, с должной агрессией. Не торопятся уже, заметьте, игроки Уориорс идти вперед. Сейчас-то, как счет, стал в их пользу им. Не то, чтобы нужно как-то форсировать события, но и, конечно, особенно отсиживаться в защите тоже не получится. Потому что на владении мечом есть определенное количество минуток. Вернее, секундок. Не получилось атака. Давайте посмотрим повтор. Вновь Докучаев ставил блок-шот. Но там было небольшое нарушение правил. Поэтому будет один штрафной бросок у Уориорс. Так, бросок Бештоева. И мимо. Мяч не попадает в кольцо. И теперь уже идут в атаку представители команды Evolve. И ищут возможность для броска. Так, вот 99-й номер с дальней дистанции был неплох в этом матче уже. Но сейчас не попадает. 77-й номер пытался забрать подбор. У Evolve это был Гусейн Саидов. Но не вышло. Седьмой номер Уориорс сейчас в последний момент пытался отдать пас на своего одноклубника на 70-го номера. Это был бутербек Схавребов. Ну а седьмой номер схитрился, несмотря на огромный пресс защитников отдать эту самую передачу. И теперь мяч возится из аута. И есть бросок сейчас рестлерский. Давайте еще раз посмотрим. Вот так подорвался к своему оппоненту игрок Уориорс. И четенько воткнул его в канвас. И приносят своей команде дополнительные очки. На табло у нас 12-9. Алан также объявляет, что счет 12-9 в пользу команды Уориорс. Ну, такие... Немного не устаканившиеся еще понятия в самих головах. Что и за сколько. Потому что здесь, опять же, по ходу матча можно немножко потерять нить в тонкостях игры. Но, как бы то ни было, Уориорс ведут. И фактически это камбэк. Понятное дело, что за три минуты... Три с половиной минуты до конца матча... Все еще может поменяться. Потому что с точки зрения... 15 минут... Чистого времени... Фактически одна пятая, даже чуть больше... Игры способна перевернуть многое. Небольшие споры у судейской скамейки. Вернее, у скамейки запасных Уориорс. Бештоев, опять же, оформил этот рестлерский бросок. И особо он успешен в сегодняшнем матче. В первом периоде он принес команде владение мячом. Сейчас он также выиграл рестлерскую схватку. И после этого провел борцовский бросок во время самого матча. Поэтому КПД у него сегодня просто прекрасен. Немножечко затягивается пауза у нас. Хотелось бы уже, чтобы вернулись непосредственно к матчу. И так, в третьем периоде у команды Варьер был заявлен один рестлер. А сделал его совершенно другой человек, поэтому он не считается. И попытка сгорает. Вот, собственно, в чем дело. Был заявлен в качестве рестлера один игрок, но... ...провел бросок совершенно другой. И, соответственно, попытка-то сгорает теперь у Уориорс. Уориорс зато этим может воспользоваться и Волв, провести свой бросок. И тогда уже минимальное преимущество будет на стороне и Волв. Так что все внимание. Получится ли что-то придумать у ребят из спортивного клуба единоборств. Три минуты до конца игры. Аманда Волв опакует с мячом. Перебасовка! Бросок от Уориорс. Рядом, но по-прежнему не точно. Ой, какая передача! Контратака и Волв 24-й номер. Бросал Докучаев, но не попал. Теперь уже ответ. Ой-ой-ой-ой-ой! Какой хороший был пас под кольцо, но все-таки... ...довольно сильно мяч летел, поэтому не успел игрок с ним справиться. Ну и сейчас напоминают игроки Волв, что бросать уже нельзя оппонентов. Так, сейчас и вновь хороший блок-шот. И вновь, кстати, от Докучаева. Он сегодня просто... ...набирал бы еще очки, можно было бы о каком-нибудь трипл-дабл поговорить, выражаясь языком баскетбола. Так, очень дальний бросок, очень неточный. Таймао заканчивает две с половиной минуты до конца. Атака Вориорс. Вориорс с мячом атакуют. Прорываются по левому флангу. Так, и здесь было нарушение правил на семнадцатом номере Вориорс. И теперь должны быть штрафные, вернее, ровно один. Это Тамерлан Джекаев. Прорывался под кольцо и в целом был очень близок к тому, чтобы положить мячик. Но... Будешь штрафной... Ну... Понимаем мы, что хотел исполнить Джекаев, хотел отскок мяча от кольца. После этого взять подбор и уже точно с более близкой дистанции положить его, но... Не попал ни в щит, ни в кольцо. Так, атака... Волф хороший сейчас был подбор, бросок, но не точно. Да? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Вот так вот! Волф просто... Израсходовал Рестлера максимально, ну, глупым образом сорвал с себя футболку. Игрок, но в этот же момент как раз-таки повернулся к нему оппонент. И, соответственно... Не получилось. Это был Омаров, девяносто девятый номер. И теперь еще один штрафной у Вориорс. Не получился! Девяносто шестой номер будет исполнять штрафной бросок. Эльбрус Валиев. И есть точное попадание! Счет становится 11-9 в пользу Уориорс. Ну и вот, заметьте, как только сгорела попытка Рестлера у Волф, соответственно, как будто бы сгорели шансы на то, чтобы выйти вперед конкретно в том моменте. И тут же этим воспользовались ребята из Уориорс. И увеличили свое преимущество до двух очков. Конечно, ничего еще не потеряно. Забрасывались сегодня мячи из более дальних дистанций, чем на два очка. Забрасывались и трешечки. Поэтому... Могут, могут ребята из Волф еще что-то придумать. Восьмидесятый номер. Эволф, Арсланы Слемесов. Вносят какие-то коррективы для своих одноклубников. Ну и, соответственно, тем же занимаются ребята на скамейке запасных Уориорс. Минута 43 до конца. И нужно выводить игроков либо... Ну, как минимум на двушку, а лучше, конечно, на трешку. И Волву. Но тут вот такая непростая дилемма. Что лучше? Рискнуть и попробовать... Устроить просто обстрел трешек. С более низкими шансами, честно говоря, на то, чтобы оказаться точными. Но зато, если хотя бы одна оказывается в кольце, тогда и Волв выходит вперед и могут немножко там подсушить игру. Либо выводить на двушки и сравнивать счет. Либо есть еще другой вариант. Пытаться разыграть комбинацию таким образом, чтобы выводить на одноочковые броски. Там под кольцом. В общем, с более ближней дистанции. Но, скажем, с более высокими шансами на реализацию. Нас ждет самое интересное. Рестлерские приемы сгорели у обеих команд. Только попадание. Атака. Эволв. Так, под кольцо. Вот как раз-таки последовал пас. Но вот сейчас рестлерский прием. Там он не будет засчитан. И команды должны же были это помнить. Что нет больше рестлеров ни у одной команды, ни у другой. Но говорили, причем об этом и на скамейках запасных, что все, бросков больше нет. Но его сейчас зачем-то совершает представитель Warriors этот бросок. Но засчитан он, конечно же, не будет. Полторы минуты. Небольшие разъяснения от судей. Да, ну и в целом даже ребята из Warriors говорят, что все нормально. Пацаны просто перепутали. Естественно, мы не рассчитываем на то, что это будет засчитанный рестлерский бросок. Начинает команда Evolve. Так. У нас все меньше и меньше и меньше времени на то, чтобы ребята из Evolve сравняли счет. Или, может быть, даже вышли вперед. И сейчас время, безусловно, работает на Warriors. Они ведут с преимуществом в два очка. Ну вот, атака Evolve. Мяч летит под кольцо. И защитники спокойно дают снаряду выйти за пределы площадки. И вот атака Warriors. Ну и, как вы видите, это с трудом, на самом деле, можно назвать атакой. Такая неспешная перепасовка. Подтянуть немножечко время. Ну и вот в этот момент мяч-то и теряют игроки лидирующей команды. Но после этого тут же практически сразу перехватывают. И идет бросок. Но там был свисток рефери. Еще небольшие разъяснения от рефери. И 97-й номер у Warriors. Давид Тактулов будет исполнять штрафной бросок. Все затаили дыхание. Бросок. И не точно. И опять же звучит свисток. Будет... Еще одна попытка. Тактулова. И мяч летит. Летит до счета. Аккуратно. Но после этого вылетает обратно в площадку, а не в кольцо. Белбол перетматывает мяч. Так, ну что. Вот, вот пас под кольцо. Хороший от Ивола. И бросок не получается. Но там, кажется, было нарушение правил. И, соответственно, должны быть штрафные. Вроде как у Иволв. И так как там был двухочковый бросок, должны быть два штрафных. Да, об этом нам как раз сейчас и говорят. И рефери тоже показывают, что будут штрафные. Поэтому все возможно. И счет может сравняться. Так. Бросок штрафной от Иволв. И мяч попадает в переднюю дужку. Но после этого не идет дальше в колечко. Соответственно, не получается сократить отставание в счете. У Иволв по-прежнему 11-9 в пользу Уориорс. А так Иволв. Ах, как хорошо. Защитник сейчас прочитал эту комбинацию и перехватил мяч. Рестлерский прием от команды Уориорс не получился. Да, но, безусловно, рестлерского приема сейчас уже при Уори быть не может. Ни у одной команды, ни у другой. И последние секунды этого матча. 15-14. Иволв, безусловно, торопится пробовать исполнить бросок. Макс Докучаев был, да, 24-й номер. Бросал он стрешечки. И нарушили против него правил. Соответственно, сейчас будут штрафные. И вот если он правда бросал стрешки, о чем он и показывал, то будут сразу же три штрафные попытки. То есть потенциально за 7 секунд, если сейчас Докучаев кладет три штрафных, то он приносит своей команде, соответственно, три очка. И Уолв выходит вперед. И тогда уже, ну, это действительно будет максимальная драма, конечно, в этом поединке. Макс Докучаев. Очень ответственный момент. И смотрим мы, что же будет. Так. Бросок номер один. Мяч летит не точно. Соответственно, будет в лучшем случае для Уолв счет равный. Мы хотим увидеть овертайм или нет, друзья. Бросок номер два. И он тоже не точный. И в совсем уж каком-то позитивном варианте для Уолв будет минимальное отставание за 7 секунд до конца. Ну вот, тоже попытался исполнить Докучаев. Но не получается. Еще и, кажется, травму получил. Держится за колено Докучаев. Врач на площадку. А, ногу травмировали. А можно повтор... Что там было? Да, видим, на опорную ногу приземлился Докучаев. И... Кажется. И именно это послужило... Причиной травмы. Ну что ж, действительно, не использовали ребята из Уолв возможность не просто сравнять счет, но и выйти вперед. Был у них прекрасный... Был у них прекрасный шанс, чтобы это сделать в виде трех штрафных, но... Но нет. Носилки на площадке. Заморозка там сейчас на колене. На левой ноге у Докучаева. Ну и самостоятельно, ну, конечно, с помощью команды поднимается Докучаев, но хотя бы без врачей и без носилок. Да, здоровья Докучаеву, очень неприятный это эпизод. Ну а мы ждем окончания матча, чтобы уже зафиксировать и победителя, и итоговый счет. Вон, Игорь Литошек, мы видим, появляется на площадке у Иволв. И все! Warriors побеждают в противостоянии квалификационного кубка. 11-9. Именно такой счет, их триумфа над командой Иволв. Ну и что ж, друзья. В конце, конечно, хотелось бы сказать, чтобы вы переходили в наши социальные сети и голосовали за лучшего игрока матча. Ну а уже в мае мы проведем новый турнир, в котором будут крутые противостояния. Так что подписывайтесь, следите за нами, и вы ничего не пропустите. Как вы все знаете, в Рестболе принимает участие огромное количество медийных игроков. Ну и в любом случае, медийность это просто неотъемлемая составляющая всех видов спорта, которые хотят выделяться. Ну и это, конечно же, напрямую всегда связано с социальными сетями. И, честно говоря, никогда мы не знаем, в какой социальной сети будем сидеть через несколько лет, но я точно знаю, что вместе с игроками Рестбола буду использовать Мэмфер, потому что это ресурс с новыми возможностями. Вы можете первыми занять уникальный ник еще до старта проекта, а также можете стать амбассадором проекта и зарабатывать на нем. До новых встреч! Услышимся уже на новых матчах Рестбола. На этом ничего не заканчивается. Это первый круг, это первая игра. У команды Элбов еще будет возможность играть по круговой системе. Ну, как говорится, все на уважении. Игра заканчивается рукопожатием. Молодцы! Шикарный матч! Как вам игра, друзья? Дайте свои аплодисменты! Итак, давайте пообщаемся! Итак, Владимир! Малик Чичаев, подойди сюда! Малик Чичаев очень громко заявлял о своей команде о том, что она до жару показала и они доказали это. Малик, микрофон твой. Как тебе эта победа? Победа, честно говоря, даже голос сорвал. Я говорил на интервью, что эти пацаны выиграют. Мы выставили команду так, чтобы играли чисто пятерка. И мы выиграли, правильно? А там и Волф говорил, что мы не готовы. Они тоже сильные игроки очень. С ними было хорошо разделить относ. Это была близкая игра, это была очень близкая игра, и я думаю, вы еще можете встретиться в финале. Они достойно отыграли, но мы тоже тренировались. Я же говорил, помнишь? Мы и тренировались, поэтому... Малик молодец! А команда Эбол, поздравим команду Варио с этой победой! И ждем их следующих игр! Ну что, давайте пообщаемся тоже с командой Эбол. А вот у нас есть маскот. Маскот с нами. Можете поиграть в мяч? Давайте пообщаемся с командой Волф. Что так не пошло, скажи, пожалуйста? Ну, нам не хватило чуть сыгранности в команде. И в этот момент, и немного везения. Другой Варио с командой повезло чуть. Немного везения нам не хватило. Ну, дальнейший план расскажите, поделитесь. Даже в дальнейших планах чуть сыграться вместе. И уже забирать очки. И не оставлять шансов другим командам. Оставшиеся две игры мы уже будем выигрывать намного лучше, сильнее. В больших разрывах. Нам не хватило время. Просто время и все. А так сегодня просто им повезло. Вот и все, да. Просто везение. Удача была на их стороне сегодня. Спасибо вам за игру. На этом ничего не заканчивается. У нас здесь есть какое обращение, ребят? Друзья, здесь к нам пришел составчик. Это команда, которая тоже участвует в этой сетке, друзья. Это команда «Калибри». И у них есть что сказать. Поприветствуйте команду «Калибри» в рейсбол. Всех приветствую. Мы пришли сюда и слышали, что здесь люди есть, которые хотели нам составить компанию здесь. Спортивную. Какие-то боксеры какие-то. Где вы, ребята? Где вы? Мы только за вас слышали, но вас не видели. Где вы все? Где команда «Янг Боксер»? Мы сюда пришли не просто так. Ну, где вы? Выходите. Вот она. Команда «Янг Боксер». Что, команда здесь? Давайте проведем небольшой стардаун. Команда «Янг Боксер», врываетесь в игру. Есть что сказать? Есть что сказать, скажите. Я и есть тот боксер. Команда «Янг Боксер»? Да. Я пришел сюда. А мы здесь, спортсмены, все здесь. Борцы против боксеров? Вообще без разницы. Все. Бористы, боксеры, баскетболисты. Нам без разницы. Я думаю, я думаю... Мы боксеры, и мы тут. Ребят, сегодня был солнечный день. Я прошу его запомнить, так как он для вас был сегодня последний. Настраивайтесь на игру. Будем играть с вами жестко. Мы всегда запоминаем. Каждый день. Всегда. Боксеры играют в брестбол? Хоть он хороший, хоть он плохой. Хоть он солнечный, хоть он не солнечный. Скажите. Не беспокойтесь. Мы сюда болтовать не пришли. Мы уронять сюда пришли. Все вы такие. За нас все Беслан говорит. Так что... Вот. Слушайте и все. Все, что нужно, просто его слушать и все будет у вас нормально. С нами тут есть Эмин Минцаев. Это представитель команды Young Boxers. Эмин, скажи, пожалуйста, про свою команду. Ну, в первую очередь тебе спасибо за организацию, братка. Респект тебе. Очень мощно. Все. А насчет команды. Это молодые боксеры, которые хотят себя показать, в первую очередь. Потому что они всегда играли рестбол. И... Когда игра? Когда игра? 22 апреля! Все, 22 апреля они будут готовы. Пацаны, а вам удачи! У вас есть этот шанс. Пацаны, главное, дышать не забывайте. Дышать тут будут все, потому что эта игра напряженная. Тут дыхалка нужна конкретная. Так что готовьтесь, готовьтесь к тебе. Давайте проведем стардаун. Сделаем это. Сделаем это. Стардаун. Ну что, ребят, давайте на центр, на центр, ребят. Давайте становимся. Сделаем стардаун. Я думаю, это последняя игра ваша будет, которая здесь присутствует сейчас. Залили назад, 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 назад. Окей. Поближе подойдите, ребят, поближе. Вот. Вот так. И посмотрим 22 апреля на это противостояние. Итак, команда Колибри в рейсбол и команда Янг Боксес.